Я расскажу про то, что у нас планируется на завтра и после этого. Про конкурс. Конкурс, который мы устраиваем в рамках школы. Что мы от этого конкурса ждем? Чем он может быть интересен для вас? Что там вообще же нравится? Ну, у нас на самом деле такие, вполне, как мне кажется, адекватные цели для этого конкурса. Там хочется повысить общий уровень компетенции с АПШС. И учитывая то, сколько людей мы собрали на этой школе, мне кажется, это будет крайне полезно. Кроме того, нам хочется увидеть в итоге интересные прототипы приложения для АПШС. Ну, также, как Леша уже говорил, компания открытой мобильной платформы ищет себе новых разработчиков. Нам будет интересно, среди вас в том числе, найти донатливых разработчиков, посмотреть, кто на что способен. Какие возможности есть для вас, как для участников этого конкурса? Ну, в первую очередь, научиться разрабатывать конкурсов решения. Да, у нас завтра будет хороший тренинг, включая мастер-класс, но его нужно использовать как основу для этого. Но, конечно, самые хорошие навыки получатся в таких полубоевых условиях, когда вы начинаете на практике использовать то, чего научились. Кроме того, это хорошая возможность для вас проверить, на что вы способны и какие-то свои навыки улучшить. Освоить новые технологии, в том числе, вообще вот так, вот ради попутства. У кого есть навык разработки на кьюги? Круто! Ну, вот смотрите, примерно у половины участников есть навык разработки на кьюги, а тот сможет освоить эту технологию. Что же сказать, сколько вы любили на данном месте? А это мы сейчас узнаем. Ну, да. Это... Это... Нет, ну, нет. Нам, на самом деле, надо будет узнать, сколько у вас людей, которым нужен полубокс. Ну, так, но... Пополь. Так. Ладно. Коль скоро нам интересны от вас прототип приложения, для возможности для вас реализовать какую-то свою идею. То есть прийти на конкурс с интересной задумкой и ее реализовать. Почему бы и нет. Показать то, что вы способны. Ну, и в конце концов, выиграть приз. О призах я похож поговорю. Ну, кроме того, это возможности хорошо провести время, пообщаться с интересными людьми, с вашей командой или сегментеров. Задание. Значит, в чем будет заключаться конкурс? В первую очередь, вам нужно придумать какую-то идею проекта, причем идею, которую реально воплотить за сутки. Рассказать об этой идее нужно будет в течение 5 минут завтра. Завтра у нас в 15.30 будет обсуждение идеи проектов, и у вас будет 5 минут, чтобы успеть рассказать свою идею. Рассказывать придется вот буквально здесь, где я стою. У вас будет возможность воспользоваться компьютером, но желательно заранее проверить, что ваша презентация или что у вас есть. Оно на этом компьютере работает, отображается на проектах. Можно своим компьютером воспользоваться. Здесь есть вебинокабель. Можно его подключить. Дальше. Нужно будет сформировать команду. Вообще, мы считаем, что в команде может быть до 5 человек участок. В идеале 5 человек. Я расскажу почему 5 человек немножко попозже. А потом нужно будет определиться с категорией. Сейчас мы вам анонсируем две категории. Одна категория для новичков. Это когда в команде нет опытного разработчика. Вторая категория для профессионалов. Когда в команде есть хотя бы один опытный разработчик. Потому что нам будет интересно, чтобы и новички, и профессионалы попробовали свои силы, потекались с равными себе. Ну, в плане того, есть ли у вас в команде опытный разработчик или нет его, мы надеемся на вашу честность в первую очередь. Затем нужно будет разработать прототип. То есть в течение суток, начиная с 17.30 и заканчивая с 17.00, ну почти сутки, вы работаете над прототипом. А в конце нужно будет за 5 минут показать, чего вы достигли в течение вот этих суток. И то, чего вы достигли, будет оцениваться. Оцениваться оно будет по четырех критериям. Это актуальность вашего проекта. То, насколько вам интересно. Это техническая сложность. То, насколько сложно было его реализовать. Кроме того, качество реализации. Ну, здесь зависит от проекта. Если у вас проект подразумевает какой-то графический интерфейс пользователя, то он тоже будет оцениваться. Если нет, ну, будут оценивать другие критерии, которые присутствуют. Качество реализации может быть. Ну и кроме того, завершенность. Насколько вы прошли тот запланированный путь, который хотели пройти за эти сутки? Конечно, будут призы. Призы у нас это ЙОЛОСЕ. Есть у нас несколько устройств, ЙОЛОСЕ, которые мы будем рады вручить победителям. Причем, получается у нас будет две команды победителей. Каждая категория по одной команде. И мы будем вручать тризы каждому участнику команды победителей. Поэтому я вам предлагаю все-таки формировать команды по пять человек. Ну, больше телефонов вынесете. Да, так и получается. Поэтому, понимаете, лишние руки в команде, они никогда лишним не бывают. Странно, в том числе. Ну, конечно, мы будем рады вам помочь во время вашей работы над проектами. В первую очередь, есть организаторы этой школы. Это люди, которые ходят с такими синими бейджиками. К ним можно обращаться по всем оргвопросам. Если они вам и не ответят, то постараются сориентировать и направить к тому человеку, кто на эти вопросы может ответить. Кроме того, есть менторы. Люди, которые помогут вам с реализацией проектов непосредственно. В первую очередь, это все-таки сотрудники открытой мобильной платформы. Это люди, у которых вот на футболках написано открытая мобильная платформа. Они все ходят с синими бейджиками, потому что они относятся к организатору. Но это люди, у которых вот написано открытая мобильная платформа. Есть еще у нас несколько приглашенных ответов, с которыми я вас обязательно познакомлю. Ну, кроме того, они будут завтра делать свои доклады и подробнее расскажут о себе. Ну, также мы готовы будем вам предоставить устройство YOLA-C, чтобы вы смогли проверить и запустить ваши разработки. Ну, давайте только так договоримся. Гарантированно мы обещаем предоставить устройство YOLA-C каждой команде, в которой пять человек. Остальным по возможности, потому что если вы сейчас организуете команду из двух человек, у вас будет очень много, там просто устройство просто. Поэтому еще раз призываю к тому, чтобы команды составлялись из пяти человек. И слайд для тех, кто решил, что программирование как-то нет. Мы предлагаем вам также поучаствовать в некотором конкурсе. Конкурс медиаматериалов. В чем он заключается? Вы делаете интересную фотографию или видео о школе, о летней школе. Выкладываете ее в социальные сети. Ну, на самом деле, в той, в которой вам удобно. Это может быть ВКонтакте, это может быть Твиттер, это может быть Инстаграмма. Наверное, даже Фейсбук, очень может быть, что Гугл Плюс. Главное, чтобы вы выложили свое творение с хэшлэгами, всеми тремя. Selfish.us, Altarussia, Иннополис. И написали об этом мне на почту. Чтобы я знал, что вы что-то действительно сделали и выложили. Потому что, ну, если я об этом не буду знать, боюсь, что мы это оценили. Это нужно сделать с пометкой «Конкурс летней школы Selfish.S» и это нужно сделать до 16 часов после ЗАПа. У нас будет две номинации. Первая номинация – это то, что понравится жюри. Вторая номинация – это то, что соберет максимум социальной сети, максимум лайков и понравится жюри. Но призы, значит, у нас есть, получается, две категории. Две номинации – что понравится жюри и что понравится жюри. И призы – это Йолоси по каждой номинации, одно устройство по каждой номинации. Вот. Я призываю вас все-таки участвовать в конкурсе проектов по разработке, потому что это должно быть интереснее и вам, и нам. Но всех людей свободных от разработки приглашают по участку в этом конкурсе. Кто участвует в конкурсе по разработке, тоже может принять участие в этом конкурсе. Но будет больше интересных материалов и личных материалов. Еще раз мои контакты. Эту презентацию я выложу тоже. Поэтому вы все, что нужно, сможете посмотреть. Что? А, да, правильно сказал. Значит, смотрите. Вы сделали интересное видео, записали его, выложили в социальную сеть. Написали об этом не на почту. Вот это можно сделать не более трех раз. То есть от каждого человека мы будем готовы принять не более трех материалов. Можно больше, можно два, можно три. Можно ноль. Но можно что-то представить. Я вам представлю сейчас людей, которые завтра, во-первых, будут вам рассказывать доклады по технической части. А во-вторых, которые будут менторами на конкурсе «Привандеры». Давайте я начну, наверное, с Андрея Кажерина. Андрей – это человек, который известен в сообществе «СЛФИШС». Вот ему пришло устройство «ЙОЛАСИ» непосредственно от компании «ЙОЛА». Одно долго шло. Андрей приехал к нам из Новосибирска. Похлопьте, Андрея. Ну, можешь еще, знаете, загородить логотипы. Не стоять. Ну, постой, сейчас я вам всех тогда позову. Так, давайте, наверное, теперь Лешу Андрея вам позову. Леша Андрея приехал из Петербурга. Он лидер команды, которая выиграла фокотовцев «ФИШС» в Петербурге, которые мы устраивали совместно со «ФСКОРОВ». Я вам тоже хочу учить такого устройства. Так. Дальше я позову Петра Абутавтова, который приехал к нам из Ижевска. Петр, может быть, вам известен по разным причинам. Как человек, который проводит метапы в Ижевске, по сообществе в том числе, или как человек, который разработал клиент для ВКонтакте. Как называется? Да. Держи. Ну ладно. Я позову Андрея Васильева, который к нам приехал из Ярославля. Он представляет здесь ассоциацию «Фрукт» Ярославскую лабораторию. Держи. Вот это люди, к которым вы можете обращаться с вопросами по разработке. Завтра они расскажут то, чем они занимаются, то, в чем они являются специалистами. Ну и вам станет понятно, о чем их можно спрашивать. Все. Все.